Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Возложили цветы и почтили минуты молчания павших воинов. В Самаре отметили День ВДВ. Предупредить и обезопасить. Самарские спасатели проводят рейды по неофициальным диким пляжам города. Нововведение для самозанятых и поддержка для предприятий за организацию временной занятости. Как эксперты комментируют новые законы августа. Укрепление культурных, научных и торгово-промышленных связей. Города Самара и Брест подписали соглашение об установлении дружественных отношений. Глава города Елена Лапушкина несколько дней была с рабочим визитом в Белоруссии, возглавляя самарскую делегацию. Как проходило подписание и какие цели ставят партнеры, расскажем в сюжете. Власти Самары и Бреста подписали соглашение об установлении дружественных отношений между городами. Делегацию, которая работала несколько дней в Республике Беларусь, возглавила глава Самары Елена Лапушкина. Соглашение будет способствовать сохранению и расширению сотрудничества в сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики, туризма, благоустройства городского пространства, а также создаст условия для развития торгово-промышленных отношений. Конечно, это и сотрудничество в сфере благоустройства. Очень бы хотелось узнать их дендроплан, какие растения они высаживают, потому что, смею вас заверить, газоны и клумбы там выглядят роскошно. И если это сможет прижиться в Самаре, почему бы нам не использовать их знания и их опыт. Там есть одно из серьезных предприятий, с которым мы уже в 2019 году сотрудничали, предприятие с тем, которое занимается дорожной техникой и дорожной разметкой. У них есть линейка дорожной краски. Вот сейчас вместе с департаментом городского хозяйства изучаем, насколько она применима в наших условиях. Безусловно, начало положено. Конечно, у нас сотрудничество будет только расширяться, только развиваться. И надеюсь, что действительно все получится. У нас появился новый замечательный, хороший друг. Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук отметил, что рассчитывает на продуктивное взаимодействие и сотрудничество. Мы, по сути дела, дружим не во имя дружбы. Мы дружим во имя людей, во имя жителей наших городов. Потому что это дает реальную, пусть и не прямую, зачастую даже иногда и не быструю, но дает отдачу. Вот почему я удовлетворен самим фактом оформления партнерских и дружеских отношений с таким пассионарным, с таким экономически развитым регионом, как город Самару. Белоруссия является стратегическим торгово-экономическим партнером Самарской области и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. Партнерство с Брестом станет продолжением планомерной системной работы по расширению сотрудничества региона с республикой, которую задал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время его визита в Белоруссию в июне этого года. А уже в июле в Самарской области находилась делегация Министерства промышленности Республики Беларусь во главе с министром Петром Пархомчиком с рабочим визитом, во время которого стороны рассмотрели пути развития экономических и деловых связей. Глава Самары Елена Лапушкина и первый вице-мэр Самары Владимир Василенко обсудили тогда с коллегами возможности участия белорусских предприятий в обновлении парка пассажирского электротранспорта, реконструкции действующих и строительство новых трамвайных путей в столице региона поставки трамвайных вагонов. Светлана Гудрявцева, события. Их называют крылатая пехота и голубые береты. Они всегда находятся в самом пекле, защищая Родину от опасности. 2 августа более миллиона россиян, проходивших службу в воздушно-десантных войсках, отметили свой праздник – День ВДВ. На площади памяти погибшим в необъявленных войнах губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты и общественники возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания. Они занимают разные должности и посты в мирное время, но всех их когда-то объединило одно – ответственность перед Родиной, желание ее защищать и бесстрашие, с которым они пришли на военную службу. Их называют крылатая пехота и голубые береты, хотя этот головной убор многие из них теперь надевают только на праздник – День ВДВ, 2 августа. Священнослужитель, отец Михаил, ушел в армию сразу после окончания семинария в 2012 году. Сначала была подготовка в Омске в 242-м учебном центре младших специалистов ВДВ, затем служба в 31-й отдельной миротворческой десантно-штурмовой бригаде «Ульяновска». Теперь в совокупности, занимаясь подготовкой, передачей опыта молодому поколению, сотрудничая с десантными организациями, с молодежью, общее дело делаем. Патриотизм – святое отношение к своей Родине и, в первую очередь, духовное отношение к самому себе. Есть то, что делает нас крепкими, сильными, то, что подтверждает наши истории. Житель Кенеля Владимир Седых говорит, всегда мечтал прыгнуть с парашютом, поэтому был счастлив, оказавшись в военно-воздушных войсках. Служил в Тольятти в 3-й отдельной бригаде спецназначения и до сих пор часто встречается с боевыми товарищами. Он меня воспитал мужество, то есть это патриотизм. Мне очень понравилось служить. Всех поздравляю десантников с этим светлым праздником. Мирного неба над главой, и мы их близки. В день воздушно-десантных войск губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты, члены ветеранских организаций и общественники, почтили минутой молчания память ушедших воинов, а затем возложили цветы к монументу на площади памяти погибшим в необъявленных войнах. История воздушно-десантных войск началась в 1930 году. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение в составе 12 человек. А во время Великой Отечественной войны уже было 5 воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях и не раз проявляли массовый героизм. Они воевали в горячих точках, а сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине. В голове не могло нам представиться, что нацизм прорастет у самых границ нашей Родины. Но, к сожалению, это произошло. И сегодня защитники наших идеалов, русского мира, многонациональной и великой России, героических жителей Донбасса освобождают вновь территории и народы от нацизма, осуществляя специальную военную операцию обо деноцификации и демилитаризации Украины. И, конечно, сегодня вспомним парней, которые отдали свою жизнь, выполняя свой священный долг и в эти дни. И я хочу сказать, что не время в фонтанах купаться, а время вновь Родине послужить. Сейчас в регионе формируется Самарский батальон. На второй очереди набережной сегодня работает мобильный пункт отбора на военную службу. Специалисты ожидают добровольцев младше 50 лет для службы по контракту в региональном воинском подразделении. Заключившие контракт могут рассчитывать и на региональную единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Уточнить информацию можно на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. А женщины и дети сегодня могли отправить открытки в поддержку военнослужащих, выполняющих специальную операцию на Украине. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. Последний этап ремонта на улице Гагарина. Специалисты начали наносить свежую разметку. Она появится на всем протяжении проезжей части. Напомню, что ранее дорогу по Гагарина полностью отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За происходящим следил Михаил Ермоленко. Он расскажет все подробности. Совсем недавно проезжую часть на улице Гагарина обновили на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь уложили новый асфальт на площади около 115 тысяч квадратных метров. Использовали высокопрочную смесь «ЩМА-16». Сейчас после завершения ремонта всех испытаний и экспертиз нового покрытия специалисты приступили к последнему этапу – нанесению свежей дорожной разметки. На участке появится сразу несколько ее видов, целый комплекс. В обязательном порядке протокошения дороги, если проезжие части не разделены газоном, это разделительная полоса, которая является двойная, сплошная, так называемая. Также разделение полос одного направления на проезжей части и нанесение пешеходных переходов разметки, разметки и дети в районе образовательных учреждений и стоп-линии на светофонных объектах. Учитывая, что улица Гагарина – дорога с оживленным трафиком, к разметке подрядчик приступает только поздно вечером и заканчивает работу в 6 утра. В качестве материалов для свежих дорожных обозначений вот уже второй год в Самаре используют только термопластик. У него высокий срок службы и выдерживает материал любые погодные условия. Гарантия – 12 месяцев. Во время обновления разметки используют и современную технику, произведенную нашим ближайшим соседом Белоруссии. Кроме того, специалисты взяли на вооружение особую смесь для разметки с добавлением стеклянных микрошариков. Для удобства водителей и для безопасности дорожного движения в термопластик наносятся микростеклошарики. Согласно ГОСТу мы сюда добавляем фракцию 500 на 900. Стеклошарики служат только для световозвращения, чтобы водитель видел. Работу на Гагарина подрядчик закончит в течение 3-4 ночей. Всего же в Самаре в этом сезоне разметку обновят на 124 улицах. В это количество включены объекты, которые ранее, в текущем дорожно-строительном сезоне, отремонтировали на средства нацпроекта безопасные качественные дороги. За исключением Волжского проспекта, где разметка наносилась в прошлом году. Также местами нанесут обозначение на отдельные пешеходные переходы. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Самарские спасатели вышли в рейд по пляжам. Внимание сотрудники службы уделяют как официальным местам отдыха, так и тем, что находятся на правом берегу Волги. Они не только проводят беседы с горожанами, но и раздают памятки поведения на воде. Ведь только с начала купального сезона утонули 9 жителей областного центра. Крики «Спасите! Тону!» — это авторский вымысел в художественных фильмах и книгах. На самом деле, как говорят специалисты, тонущий человек кричать не может. Он захлебывается водой и пытается глотнуть воздухо. Поэтому непрофессионалу трудно определить, что купающемуся неподалеку человеку требуется помощь. А вот спасателя все признаки знают. На пляжах городского округа не погибло ни одного человека во время работы спасателей на спасательных постах. То есть люди гибли в акватории пляжа, когда спасатели не работали. То есть в ночное время. В ночное время погиб человек в состоянии алкогольного опьянения. И буквально 29-го числа погибла девушка в акватории пляжа Ладья в 5.40 утра. То есть зашла в воду в состоянии алкогольного опьянения. В этом году с 10 июня, когда открылся купальный сезон, в воде погибли 9 человек. Еще 24 купальщика удалось спасти. Люди тонут в акватории необорудованных пляжей, где нет спасательных постов. Как правило, трагедия происходит в протоках и на правом берегу Волги. Чтобы предотвратить трагедию, спасатели регулярно выезжают в рейды, беседуют с отдыхающими. Здесь мы лет 15 уже отдыхаем на этом месте. Поэтому нам здесь нравится. Народ свой один и тот же. У нас пока никаких. За 15 лет ничего не было. Все осторожненько, все проверены. Большое внимание уделяют и тем, кто загорает на официальных пляжах. Отдыхающим раздают специально разработанные памятки. Добрый день. Возьмите, пожалуйста, памятку. Поведение на воде и на пляже, чтобы предотвратить трагедию. Спасатели не только просят горожан не употреблять на пляже алкоголь и курить в отдалении от места отдыха. Самое главное, говорят сотрудники службы, следить за своими детьми. В этом сезоне в Самаре работают 8 оборудованных пляжей. Ежедневно на дежурство выходят 44 спасателя, готовых в любой момент прийти на помощь. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. В августе в России вступили в силу несколько законов. Например, начали действовать поправки, позволяющие самозанятым россиянам вставать на налоговый учет через единый портал госуслуг. Изменился закон об оружии, а налоговая тайна может перестать быть тайной. Законодательные новеллы обсудила с экспертами Светлана Кудрявцева. Период компенсационных выплат системообразующим организациям федерального уровня за создание временных рабочих мест для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения, увеличили вдвое. Раньше период временной занятости, за организацию которой предприятия получали компенсации, один минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов на одного работника, длился три месяца. Теперь он увеличился до полугода. Соответствующее постановление вступило в силу 2 августа. Власть рассчитывает, что благодаря такому решению крупные промышленные организации смогут сосредоточиться на перестройке своих производственных и логистических цепочек, а также сохранить коллектив. С августа этого года в налоговом кодексе оговаривается, что налоговая тайна перестает быть тайной, если налогоплательщик сам дал согласие на ее разглашение. Я допускаю, что теперь налоговый орган, собирая определенную информацию, статистическую об оплате налогов, декларации и так далее, будет затребовать согласия на распространение этой информации. И мы таким образом можем сказать, что, наверное, крупка информации, которая будет попадать под налоговую тайну, предусмотренная статьей 2 налогового кодекса, он будет таким образом расширен. На это нужно обратить внимание, что теперь законодатель сделал вот такое важное, небольшое, но важное уточнение. С 25 августа вступают в силу ряд поправок в Федеральный закон об оружии, которые уточняют основания для приобретения гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Раньше в качестве гладкоствольного рассматривались, в принципе, и стволы, внутри которых были нарезы, но не по всей длине ствола. Теперь определено, что ствол с любым нарезом считается нарезным оружием. Для тех, у кого уже есть оружие, у кого уже есть охотничьей лицензии, на данный момент это не влияет. Но когда подойдет срок эту лицензию менять, некоторые владельцы могут столкнуться с определенными трудностями. Разный порядок получения лицензии, и не любым оружием любое лицо может владеть. Документ также разрешает проводить ремонт гражданского и служебного оружия юридическим лицам, имеющим на это лицензию. Передача оружия для ремонта осуществляется на основании направления, которые выдается Росгвардии. В этом месяце начали действовать поправки в законодательство, позволяющие самозанятым россиянам вставать на налоговый учет через единый портал госуслуг. Самозанятыми считаются граждане, которые получают доход от своей личной деятельности без работодателя и наемных работников. Закон касается только тех, чей максимальный доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц. Самозанятые платят налоги по льготной ставке. 4% при оказании платных услуг физическим лицам и 6% юридическим. Кроме того, самозанятым не нужно открывать ИП и предоставлять декларацию в налоговую службу. Теперь подать заявление на применение этого специального налогового режима можно через портал госуслуг. До этого момента у нас это можно было сделать следующим образом. Соответственно, через соответствующее приложение, через уполномоченные банки, либо через федеральную налоговую службу. Таким образом, по сути, расширили список возможностей, через которые ты можешь получить статус самозанятых. И еще немаловажный момент заключается в том, что теперь этот профессиональный налоговый режим распространили на ряд дополнительных категорий людей. Это жители Украины, это жители ЛНР и ДНР, и в том числе граждане, проживающие в Евразийском экономическом союзе. Это, соответственно, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан и Армения. В конце августа закончатся установленные ранее ограничения на эквайринговые комиссии. Я напомню, каждый раз, когда мы куда-то приходим в магазин или заказываем что-то через интернет и платим карточкой, предприниматели, которые нам продают товары и услуги, они оплачивают банку, так называемую комиссию, за эквайринг. Как правило, она составляла 1,5-2%. Начиная с середины февраля, Банк России ограничил это 1% для социально значимой сферы. Ну, как то образование, услуги, продукты, лекарства. Однако с 31 августа эта мера прекратит свое действие. Так что можно будет ожидать небольшого, но повышения цен опять. Еще одна новость касается автовладельцев. В последний месяц лета возвращается тревожная кнопка «Эроглонас». Сообщается, что с конвейера «Автоваза» уже начали сходить первые автомобили с этим блоком. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События. С космодрома Плесецк на этой неделе стартовала новейшая ракета легкого класса «Союз-2.1В». Ее запуск обеспечил двигатель НК-33А самарского предприятия ПАО «ОДК Кузнецов». Специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы ОДК «Кузнецов» приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту. Также они наблюдали за работой двигателя в полете. НК-33А отработал без замечаний, сообщили в пресс-службе предприятия. Благодаря самарскому двигателю ракета успешно вышла на заданную орбиту. Отметим, что «Союз-2.1В» отправили в космос вместе со спутником, разработанным в интересах Министерства обороны России. В летнем театре Струковского сада состоялся концерт молодежного русского оркестра. Выступление прошло в рамках летней оркестровой академии и фестиваля оркестровых музыкантов «Классик Оопенфест». Сессии проходят при поддержке фонда президентских грантов. Организаторами академии стали Министерство культуры Самарской области и администрация областного центра при поддержке Тольяттинской государственной филармонии. Свободных мест на концертной площадке Струковского сада не осталось еще до первого взмаха дирижерской палочки. Впервые в Самаре звучит молодежный русский оркестр по Волжьям. Это редкость для нашей губернии, потому что те оркестры народных инструментов, которые у нас существуют, они в рамках камерного в основном состава где-то до 30 человек. А сегодня два оркестры, это сбойный состав. И, конечно, это мощь, это совсем другое звучание. Пойти до эксперимента и объединить сессии джазовой музыки и русских народных инструментов было решено в честь 20-летнего юбилея молодежного симфонического оркестра по Волжье. Музыканты, а это в основном студенты из учебных заведений искусств из нескольких городов России, прошли жесткий отбор. Им предстояло не только разучить множество композиций за короткое время, но и научиться чувствовать партнера. Да, это чувство локтя, это нужно чувствовать коллегу, где-то уступать, где-то наоборот быть лидером. Поэтому договариваться друг с другом не без слов, а взглядом. Это может быть даже поворотом головы. То есть быстро сыграться – это достаточно непростое дело. Но они это сделали практически за неделю. Для студентки Самарского института культуры Алиса Монаховой-Седовой выступление с таким большим коллективом, а в нем собрались около 70 музыкантов, стало дебютным. Я думаю, что для нашего самарского зрителя это будет что-то новенькое, потому что все привыкли видеть русский народный оркестр как-то более академического, да, с академической стороны. А мы сегодня покажем и эстрадную композицию, и более традиционную фарклорную. За каждую композицию самарская публика благодарила музыкантов бурными аплодисментами. Я рада, что музыка выходит все чаще и лучше на открытые площадки, потому что, конечно, летом в Самаре нужно ходить на открытые площадки, слушать прекрасную музыку в исполнении лучших музыкантов, опытных и молодых со всей страны, ну и, конечно же, получать удовольствие. Впереди у музыкального коллектива еще два концерта – в Тольятти и Ульяновске, где оркестранты выступят с разнообразной по стилю и жанру программы. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. От провода до спутника. Свой день рождения отмечает всемирная глобальная паутина – интернет. 6 августа 1991 года появился первый интернет-сервер и был утвержден стандарт для страниц, начинающихся с тройного W. Проект принадлежал знаменитому британскому ученому Тиму Бернерсу Ли, который работал в исследовательской европейской лаборатории. Об истории и эволюции глобальной сети. Репортаж Ольги Павловой. Он отлично помнит, как начиналась большая история. Первый технический директор телеканала «Самара ГИС» рассказывает, вначале интернет работал при помощи обычного модема со скоростью не более 6-12 килобит в секунду. Но для первых таких документов, для передачи документов, это было нормально. То есть тогда это было как замена факсу. То есть документ текстовый передавали по интернету. И, конечно, речи о передаче каких-то там картинок, музыки, тем более видео, тогда не шло. Проект «Тройное W» начал свое существование в 1989 году, когда британский ученый Тим Бернерс Ли, сотрудник Европейской исследовательской лаборатории, опубликовал свои идеи и предложения о создании всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Тим получил доступ к компьютеру Next. Он стал первым интернет-сервером и браузером. Проект был доработан окончательно в августе 1991 года. Тогда же появился первый интернет-сервер и был утвержден стандарт для страниц начинающихся с «Тройного W». В российских семьях первые компьютеры с доступом в интернет начали появляться к концу 90-х. Модем уже был посерьезнее – порядка 64 килобит. Пользователи получили возможность скачивать картинки, но так как доступ был коммутируемым и осуществлялся через телефонные аналоговые линии, они были крайне ненадежны, связь постоянно обрывалась, и модем то и дело приходилось подсоединять заново. Это очень раздражало, потому что надо было эту картиночку качать снова и снова и снова. От провода до спутника уже в 21 веке глобальное интернет-пространство помещается в маленькие коробочки. Как назвали бы их еще 30 лет назад. Выйти в интернет теперь можно с телефона андроида из любой точки земного шара. Сейчас сетью пользуются сотни миллионов человек, а количество серверов достигло огромных величин и продолжает расти. Своей жизни без интернета люди уже не представляют. И оплату онлайн, и смотреть новости. Очень полезный интернет для меня. Соцсети затянули. Набигация, прослушивание музыки, что угодно. Вообще, поиск информации, покупка билетов на самолет, ну банально. И что немаловажно, междугородние и международные переговоры, за которые приходилось выплачивать немалые деньги, ушли в прошлое. Связаться с близкими, родными, друзьями можно в один клик, где бы они ни находились. При помощи интернета можно смотреть фильмы, проводить онлайн-конференции, участвовать в семинарах и тренингах. А для некоторых он является источником дохода. То ли дело 40 лет назад, вспоминает Олег Манаенков. Тогда письма с предприятий отправлялись через почтовые отделения. А компьютеры, если и были, то явно существовали не для обмена информацией. Это был 286-й компьютер IBM, который приобрели в цех электроники 4-го ГПЗ для разработки печатных плат. Но, разумеется, основной его задачей, поскольку там был уже цветной монитор, были игрушки. С начала 2022 года численность интернет-аудитории достигла 5 миллиардов человек. Сегодня глобальной сетью пользуются 63% населения Земли. Исследования специалистов показывают, большая часть онлайн-мира продолжает расти быстрее, чем до локдаунов, связанных с COVID-19. Люди стремятся к удобству и виртуальному общению. Ведь для того, чтобы иметь связь с миром, не обязательно выходить из дома. Для этого достаточно иметь выход в интернет с мобильного телефона. Ольга Павловна, Григорий Плешаков, События. На этом итоговый выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok